Я не понимаю, мне надо это пить или все-таки на себя мазать? В каком угаре я была, когда клала это в корзину? Я заплатила 7,5 тысяч рублей за нее? Так, ладно, что-то я сама просто в шоке от себя. Ух! Привет всем нежным перышкам! В сегодняшнем видео мы с вами либо вознесемся на небеса, либо спустимся в самые глубины адвентного ада. Но сегодня, кстати, у нас только один адвент, зато какой, зато какой! Смотрите, это адвент-календарь от бренда Too Faced. Никто не ожидал, а они выпустили вдруг адвент-календарь. И этот адвент-календарь стоил всего 100 долларов на сайте. По-моему, он до сих пор даже у них продается. Но, к сожалению, доставки в Россию традиционно у них не было, поэтому я заказывала через посредника, и он немножечко-немножечко задержался. Но, в общем, мы с вами его откроем, потому что он такой вот красивый. Здесь два лебедя, один белый, другой черный. И посмотрим, что же там внутри. Но мы его оставим на сладкое, потому что сначала мы с вами должны разобраться с разными вещами с сайта Калд Бьюти. Как вы можете знать, у Калд Бьюти, по-моему, сколько? Четыре раза в год выходят их Калд Бьюти Беги. И это Гуди Беги, то есть это сумочки, которые наполнены косметикой, и которые вы получаете бесплатно. А не совсем бесплатно, потому что бесплатный сыр только где? Да, правильно! Только вот в этих вот пакетиках. Ну, в общем, там, на самом деле, могут быть всякие разные вещи, которые нам не особенно понадобятся. Но самое интересное в этих Гуди Бегах, что, чтобы его получить, вам нужно потратить на сайте определенную сумму. И в этот раз у нас была вот такая вот сумочка. Я ее, кстати, получила еще достаточно давно. Она, знаете, как-то так у меня лежала в каком-то уголке. Она такая черненькая, что я, честно говоря, о ней уже и забыла, что она вообще у меня есть. И мы с вами, наконец-то, ее откроем и посмотрим, что же там внутри. Так вот, на сайте в этот раз было написано, что эта сумка с невероятными бестселлерами Калд Бьюти, что это лучшие средства за год, и там прям вообще победители всех возможных номинаций, ну, видимо, воображаемых, с лучшими формулами, лучшими текстурами, и что это совершенно просто будет невероятно. И, в отличие от предыдущих запусков, когда вам нужно было потратить всего 150 фунтов, чтобы получить, наложить свои ручки вот на такую вот Гуди Бег, нужно было потратить уже 205 фунтов. То есть, намного больше. Ну, в общем, сегодня с вами посмотрим, стоит ли это того, потому что заявлено наполнение на 510 фунтов. То есть, очень даже, напоминаю, фунт сейчас больше 100 рублей стоит. То есть, представляете, да? А? Роскошь-то какая! Но, чтобы эту сумку получить, мне же надо было набрать на 200 фунтов всего разного. И сегодня я вам также покажу вот такую вот их коробочку, которая тоже вышла совсем недавно. Ну, в общем, я ее купила исключительно для того, чтобы на самом деле получить сумку. И эта коробочка чем интересна? Тем, что у Cult Beauty вышло 5 разных коробок. Это вроде коробка для мужчин, коробка по уходу за телом, коробка по уходу за волосами, коробка по уходу за кожей и вот такая вот макияжная коробка. Эти коробки все стоили по 40-45 фунтов. И там тоже обещали, что какое-то просто наполнение, вот типа вообще священный грааль нашего сайта будет ждать вас в этих коробках. И когда вы их получите, вы обалдеете, насколько они классные. В общем, как вы поняли, у нас сегодня был вообще день каких-то обещаний. Просто все здесь нам что-то обещают. Ну и мы выясним, вообще исполняются ли эти обещания. В общем, здесь должно быть несколько предметов макияжа, которые просто должны нас как-то потрясти, потрясти самые наши основы. Итак, давайте начнем именно с этой коробочки. И она, кстати, выполнена в таком же дизайне, как их адвент-календарь, который был просто потрясающий. И ссылку на него я оставлю в инфобоксе под этим видео, если вы вдруг не смотрели. Там наполнение на 100 тысяч рублей, и он реально просто шикарный. Вот с календарем они нас не обманули. И это оформление, это такие узоры в стиле 20-х годов. Итак, открываем, открываем коробочку. Ну, тут, знаете, коробулька такая достаточно обычная, то есть ничего особо примечательного в ней нет, но она все равно достаточно симпатичная. В общем, стоимость коробки, напоминаю, 40 фунтов. Экономия по поводу средств, которые находятся внутри, должна составлять 75%, и нам обещали стоимость наполнения более чем на 159 фунтов. Ну, грубо посчитаем, больше, чем на 16 тысяч рублей. Открываем момент истины просто. Ну, как-то так. Как-то так. Я пока вижу, знаете, не самое интересное наполнение. Ладно, давайте разбираться. Первое, что я вижу и что бросается мне в глаза, это вот такая вот миниатюрка туши от Urban Decay, которая называется Lash Freak. Я думаю, что здесь понятно, почему они ее положили, почему они сказали, что это вообще там бестселлер, просто какое-то невероятное средство, потому что эта тушь у них выпустилась как эксклюзив. То есть, я так понимаю, она выпустилась раньше, чем у каких-либо других сайтов, и они прям так ее сильно промоутировали. Но на самом деле, на мой взгляд, эта тушь весьма посредственная. Я купила полноразмерную версию. По-моему, в Золотом Яблоке я ее покупала. И она, ну, как бы такая тушь, которая просто очень объемная. Она очень объемная для моих ресниц. Она склеивает ресницы. И, знаете, вот этот тип туши, который сейчас достаточно моден, который наносит просто огромное количество туши на ресницы, и они вроде как такие густые, но в то же время с ними ничего хорошего не происходит. Они не выглядят классно. Они не выглядят подкрученными или какими-то аккуратными. То есть, просто вот такие вот как будто кусочки, как будто лапки какого-то огромного богомола, который, в общем-то, здесь и изображен в виде этой кисточки. Дальше у нас с вами вот это что такое? Наш бренд, известный нам, который называется Iconic London. И мы с вами его находим постоянно в разных бьюти-боксах, во всяких вот этих коробках, в адвент-календарях. Просто, знаете, они, видимо, очень любят спонсировать подобные инициативы. И что же там внутри? Это что такое-то? А, ну понятно, почему не доставался, потому что здесь вот такая форма. Я думала, что это какой-то будет стик или что-то вроде этого. А что это такое вообще? Почему это такой цвет? Это называется Berry Boom, и это сияющая румяна. А, все, я поняла, наверное. Какой-то странный цвет на самом деле. Мне кажется, или он какой-то коричневый? Ну, наверное, он все-таки, знаете, когда стоит цвет, иногда цвета немножко искажаются. Я надеюсь, что вы видите этот цвет более правильно. Ну вот он все-таки розовато-коричневый. Но, конечно, цвет не самый, наверное, очевидный. И не всем он подойдет. Не для всех оттенков кожи будет одинаково хорош. Так, ладно. Два средства уже нашли. И следующее средство это Nude Sticks. Это замечательные вещи. Nude Sticks это потрясающий бренд, который делает все в формате карандашей. Ну, как вы видите, не все, потому что это жидкий формат. Но, тем не менее, поэтому они и называются Sticks, потому что почти все у них в карандашах. У них потрясающие матовые помады. У них... А что еще у них потрясающие? Тени у них тоже в карандашах. Ну, в общем, все, что у них в карандашах, все супер классное. И вот эта вещь, это магнитные губы, какая-то, в общем, плюшевая краска для того, чтобы наносить на губы. Но, насколько я знаю, это средство можно применять так же и как румяна. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, здесь цвет тоже такой коричневый. Какой-то красноватый-коричневый, что, знаете, у нас в этой коробочке такие цвета. Мне кажется, они не самые просто ходовые, поэтому они их и положили. Приятное средство, которое сразу застывает в такой матовый финиш. У меня уже, знаете, такая рука вообще нездорового цвета. Я надеюсь, что мы сейчас сможем все это оттереть. Ну, ладно, пока не оттираем, пока у нас еще много с вами приключений. Дальше у нас какой-то бренд, который называется Ritual de Fil. Ritual de Fil. В общем, и это сирена, некий хайлайтер, который еще и в формате крема. Я еще никогда не видела вообще ни этот бренд, ни эту вещь. И, кстати, интересно, что Cald Beauty пишет, что это такое, знаете, какие-то вещи очень популярные на их сайте. Но на самом деле я не слышала вообще. Ну, то есть, некоторые бренды, мне кажется, что они не делали никакого промоушена. Они точно там не в топе по продажам. Ну, ладно, давайте смотреть. И здесь нас ждет вот такой вот интересный хайлайтер. Кстати, он какой-то такой, он кремовый. Вот в чем дело, почему он так странно выглядит и переливается. И это желтовато-золотистый какой-то хайлайтер в формате крема. Ой, как некрасиво! Ой, какой плохой хайлайтер! Потому что это просто как какой-то клейкий клей, в котором отдельные золотистые блестки. То есть, это, знаете, не как основа какая-то под макияж в формате хайлайтера, ну, как какой-то люминайзер. То есть, это прям вот отдельные-отдельные блестки золотистые в прозрачной какой-то липкой жиже. Я еще не удивлюсь, если эта жижа будет прекрасно растворять тональный крем. Я такое не люблю. И, в принципе, конечно, я думаю, что это, скорее всего, пример не очень продающегося средства, потому что я просто не могу представить, кто из людей еще может такое захотеть. Дальше у нас бренд Jillian Dempsey. Этот бренд я знаю, и здесь какой-то карандаш для контура глаз. Просто карандаш, просто с нашей любимой пипкой, которой можно это все растушевать. И что это за карандашик? Вот коричневого цвета карандаш в дереве. Вроде симпатично выглядит, хорошо растушевывается. Ну, в принципе, чудесно, чудесно. Нормально получить карандаш. Это тоже всегда приятно. Правда, конечно, я сомневаюсь, что этот карандаш очень хорошо продается, потому что, насколько я знаю, Jillian Dempsey это визажист голливудский, у которого, точнее, у которой, вроде, это женщина, у нее много разных средств, которые продаются на Cald Beauty в формате таких, каких-то кремовых продуктов. То есть, там довольно странные мультифункциональные средства, и, вроде, этот бренд, он не является каким-то прям брендом-бестселлером. Я утверждаю все-таки в мысли, что они нас тут немножечко, знаете, так обманывают, что это прям наши самые продающиеся бренды. Дальше у нас бренд Cosas. Ого! Здесь что-то совершенно жидкое, и оно расслоилось на две текстуры. Это тени, которые, как написано, за 10 секунд, в общем, что-то с ними хорошее произойдет. Видимо, тени, которые очень легко использовать, потому что они вот в такой жидкой форме. Так, я пытаюсь их размешать, но, вы знаете, по-моему, они не размешиваются до конца. А, хотя нет, выглядят нормально. Видимо, здесь и тема такая, что они просто очень жидкие. Такие красивые тени, то есть, прям такое золото-золото. Вообще, интересно, интересно, интересные тени, и я проверю, может быть, они есть на сайте еще в других цветах, но наверняка даже есть, и действительно, они яркие, такие, знаете, прям вот, впечатлило, впечатлило, наконец-то, что-то, что меня впечатлило, в этой коробке мы нашли. Что здесь дальше? Дальше у нас бренд Роэн, и какой-то бальзам для губ в оттенке Чарли. Выглядит симпатично, то есть, такая упаковка, прям, знаете, нормальная. Ну-ка. Красивый оттенок, вот этот оттенок мне нравится, и это, ну, просто, видимо, бальзам для губ, который, а, наверное, он какой-то еще немножко увеличивающий губы, потому что у него явный вот этот вот аромат ментола, и обычно такие ароматы бывают у средств, которые делают вам эффект плампинга на губах. И самое последнее, что мы находим, это бренд, который называется Ники Мейкап, наверное, или это бренд Свит, в общем, непонятно, что это за бренд в результате, и это вот такие вот ресницы, которые можно подклеивать в уголки глаз. Я, кстати, достаточно всегда сильно обрезаю ресницы, которые сама ношу, то есть, ну, практически наполовину, потому что мне больше нравится, когда они, ну, знаете, вот здесь вот, вот здесь вот есть, а здесь их еще нет, и здесь натуральные ресницы. Они мне пригодятся, но это тоже, как бы, не самое очевидное, наверное, средство, которое прям, такой уж бестселлер у них на сайте. Кстати, к Ники Мейкап, насколько я знаю, точнее, к Ники Туториалс, это не имеет никакого отношения, то есть, это бренд не от нее. Что в результате мы нашли в этой коробке? Так, хайлайтер ресницы, блеск для губ, тушь, тени, весьма интересный карандаш для глаз, и также еще вот такую вот жидкую матовую помаду, которую можно использовать для всего лица, и румяна, которые мне не понравились по оттенку. Ну, вообще мы тут получили практически полную косметичку, то есть, можно прям накраситься целиком, за исключением тонального крема и консилера. И, кстати, заметьте, здесь всего одна миниатюра, причем у вот этой туши, у нее есть два формата, есть полноразмерный формат, есть еще половинчатый формат, который стоит примерно 1000 рублей, но здесь это не половинчатый формат, он меньше, то есть, это именно как больше, как тестер или менять, нет, миниатюра, это получается вот этот вот маленький формат, но именно как какой-то тестер. И получается, что наполнение всей этой коробки вместе с тушью будет на 159,5 фунтов. Представляете, они нас не обманули, все-таки половинку фунта нам накинули, потому что они обещали, что больше 159 фунтов. Что я могу сказать? Мне просто кажется, что, знаете, это вот такой способ, эти коробки, это был способ избавиться от вещей, которые залежались на складе, потому что здесь не самые такие оттенки популярные явно, здесь какие-то есть, ну, такие странные средства, которые реально вряд ли хорошо продаются. Так что я думаю, что они просто немного почистили свой склад, но с другой стороны, я могу сказать, что она стоила 40 фунтов, и в принципе, что здесь действительно была неплохая выгода. Но еще раз, я бы такую коробку, конечно, не купила, просто потому, что я не вижу в ней большого смысла. И, кстати говоря, насколько я видела, эти коробки, они смогли распродать, по-моему, только к Черной Пятнице. Ну, то есть, они прям дико долго стояли у них на сайте, хотя обычно такие вещи достаточно быстро покупаются. Как вы можете понять, конечно, 40 фунтов недостаточно, чтобы получить вот эту вот Калд Бьюти сумку замечательную, потому что в результате мне пришлось заплатить 172 фунта, чтобы ее получить, хотя они писали на сайте, что 205 надо потратить, но у них там какие-то были проблемы. Они вроде на сайте сначала написали 205, потом в какой-то рассылке написали 185, в общем, сами уже запутались там, и в результате, когда у меня минуснулся вот этот британский налог, то есть, у меня получилось 172 фунта, все равно эта сумка у меня осталась в корзине, так что я была рада, что я ее получила все-таки не за 205 фунтов. И что я еще купила, я коротко просто это покажу, потому что думаю, что может быть вам будет интересно. Это вот такая палетка пятиминутка от Шарлотты Тилбери, и честно говоря, я зареклась покупать эти палетки, но в этом году не выдержала, потому что, ну, надо было сумку-то получить все-таки, и решила ее положить, но она меня опять разочаровала, как и в прошлом году. То в прошлом году мы с вами уже покупали вот эту вот палетку «Мгновенный лук», который вы можете сразу сделать с этой палеткой, просто накрасить все лицо, и она была очень так себе. То есть, там явно та формула теней, которая, ну, не самая удачная у Шарлотты. И в этот раз она, знаете, так красиво называется «Каменная роза», ну, типа, как каменный цветок, да? И внутри вот такая палетка. Она у меня такая захватанная, потому что я тут ее уже тестирую вовсю. И внутри вот, да, три оттенка теней, один оттенок хайлайтера. Кстати говоря, это тот же самый по текстуре хайлайтер, который вы можете найти вот в такой вот палетке от Шарлотты, просто немножко посветлее по оттенку. Точно такой же бронзер, который тоже вы можете вот здесь вот найти, но тоже в другом чуть-чуть оттенки, именно текстуры те же самые. И еще две, два варианта румян, которые вы, в принципе, можете найти вот в таких вот палеточках румян. В принципе, в этих палетках есть смысл. То есть, если вы хотите попробовать продукты для лица в тех же текстурах, но как бы вы не хотите покупать их отдельно, и вас не смущает, что это немного другие цвета, то тогда это неплохая палетка. Но именно вот тени из этой палетки вообще мне не понравились, и я просто ну не вижу в ней какого-то большого смысла. Она еще не очень дешевая, поэтому как-то нет, в следующем году не хочу такую покупать. Еще купила Hourglass пудру Ambient Light, и я просто в восторге от нее. Это замечательная пудра, которой я постоянно в последнее время пользуюсь. Признаться, я не сразу ее оценила. У меня есть вот такая вот палетка, которую я купила, и первое время так, ну что-то как-то так, ну что-то как-то непонятно, вроде можно было ее не покупать, ничего необычного она не делает, но в результате я поняла, что она потрясающе смотрится на лице, именно как полирующая пудра. Как вы можете заметить, я другие средства из этой палетки практически не использую. Меня интересуют именно вот эти две пудры, и насколько они уже затертые, потому что я их использую практически каждый день, но вот всегда, когда я крашусь, я обязательно их использую. Поэтому я купила самый светлый оттенок из палетки, вот в таком вот большом формате, чему очень даже рада. Дальше самая последняя моя покупка ради получения этой сумки, я надеюсь, что она стоит того, потому что если не стоит, это будет большая печаль, это вот такая маленькая палетка от Vestman Atelier. Vestman Atelier это бренд визажиста Gucci Vestman. И эта женщина, она просто икона в мире визажа, в мире макияжа. Она одна из 500 людей, которые формируют мир моды современной. Ну, это есть какой-то там список в Америке, точнее в Нью-Йорке, где, в общем, вносят каких-то людей, которые большое влияние оказывают на этот самый мир. И она безумно известна, но на самом деле я не так давно услышала. Она красит все время Дженнифер Энистон, она красит Дженнифер Лоуренс, она на самом деле половину Голливуда и голливудских актрис все время красит. И если вы наберете просто в гугле Gucci Vestman портфолио, то вы поймете, что вы почти все эти обложки видели, почти все обложки журналов, где она была именно визажистом. У нее потрясающая эстетика, и что мне нравится, это то, что, знаете, они похожи с Лизой Эдридж, потому что они делают лица красивее и подчеркивают их характер. То есть, у них не какой-то бешеный там макияж, дикий там, не знаю, креатив или наоборот там какие-то инстаграмные макияжи. Это именно супер чистая эстетика, супер посвященная конкретному человеку, чтобы показать вот именно его лицо, именно его характер. Это то, что мне нравится больше всего в макияже в принципе. То есть, когда есть понимание, что каждое лицо уникально, и это лицо не просто перерисовывается с какими-то там цветами или без цветов, ну то есть, становится каким-то похожим на остальные, а именно оно подчеркнуто, подчеркнута его собственная красота и собственная уникальность. Ладно, хватит уже про это. Кстати говоря, она даже появлялась в сериале секс в большом городе в роли самой себя. В общем, у нее появился свой бренд. Он был основан в 2018 году, и он недавно появился на Калт Бьюти, и выглядит все это вот так. У нее еще есть всякие средства в стиках, ну достаточно большой на самом деле ассортимент у нее косметики, но как-то я решила, что вот я куплю сначала то, чем точно буду пользоваться. И купила вот такую вот палетку помад. Сейчас у меня красный оттенок на губах, и вы во многих видео меня на самом деле уже видели с этими помадами. Как заявляет производитель, это потрясающие формулы, с лучшими ингредиентами и лучшим финишем в результате. То есть это прям вообще топ, топов за топ из всех там каких-то продуктов макияжа. Очень красивые, дорогие футляры, прям знаете, он такой тяжелый, он такой прям настоящий металлический футляр, что не так часто встретишь сейчас. Но продукт, честно говоря, меня немного разочаровал. Это матовые помады, называется эта палетка замша для губ. И это матовые помады, которые вы можете наносить кисточкой. На самом деле они не совсем так выглядят на коже, как они выглядят внутри. Кроме того, они, по-моему, еще на основе какого-то подсолнечного масла, из-за чего они прям сильно пахнут подсолнечным маслом. А к тому же они еще не сильно стойкие. То есть они остаются на губах, но все время отпечатываются просто на всем. И даже немножко подтекают. Ну, как-то я просто ожидала большего. Хотя вот у меня есть корейские матовые помады красные, например, которые просто неубиваемые. Вот вы их как нанесли, они целый день на вас именно так и сидят. И это, кстати, не жидкие матовые помады, а просто обычные помады в стиках. Поэтому здесь я немножко большего ожидала. Тем более вот такая вот штучка стоит, по-моему, чуть ли не 75 фунтов. То есть я заплатила 7500 рублей за нее. Так, ладно, что-то я сама просто в шоке от себя. Мне, знаете, сейчас поплохело, потому что я проверила, и я заплатила за нее 78 фунтов. Это 7800. Ух! Теперь мне до конца просто моей жизни надо краситься этими помадами, и потому что я должна отбить эти затраты. Это что-то просто невероятное. В каком угаре я была, когда клала это в корзину? Но, с другой стороны, все-таки хочется попробовать вот такие средства, и надеюсь, что вам было интересно на это посмотреть. Вот так вот эта помада за 7800 выглядит на губах. Представляете? Вот такие вот дела. В общем, ладно, подходим к сумке, которая, надеюсь, того стоила. И получается, что наполнение этой сумки должно составлять почти 51 тысячу рублей, даже чуть-чуть больше, по нынешнему курсу фунтов. Ну, давайте открывать, давайте по-быстренькому сейчас все раскидаем, что в ней есть. И первое, что мы находим, это рецепт сияния. Корейско-американский бренд, про который мы с вами уже неоднократно говорили. Это бренд безумно сейчас модный. Ну, здесь у нас, конечно, не полноразмерная версия, какая-то, не знаю, ну, миниатюрка, может быть. И это маска для сияния кожи, пока вы спите, с арбузом. У них это очень популярная линейка, потому что у них, в принципе, вся косметика, она на основе каких-то фруктовых экстрактов. Дальше, что мы находим, это бренд, который называется Инки Лист. И здесь у нас некая кислотная лечилка для кожи, тоже, когда вы спите. Да что ж такое? Опять какие-то ночные все средства, ночные маски, ночные сыворотки. Ну, и в общем, вот такая вот, вот такая вот баночка. Этот бренд, это такой конкурент The Ordinary по, там, чистоте ингредиентов, чистоте составов, ну, чистоте в том смысле, что там достаточно ограниченное количество ингредиентов в этих вот продуктах. И они считаются чистыми, там, какими-то невероятно классными, и, что самое главное, недорогими и действенными. Я ничего не пробовала еще от этого бренда, ну, что ж, теперь попробую. Дальше у нас какой-то бренд, который просто называется, просто Beauty. А, называется You Beauty, или U Beauty. И что мы здесь находим? Ай, ладно, все раздерем. Чего уж стесняться, давайте все вот так открывать. Просто, видимо, какая-то сыворотка, которая выравнивает, наверное, общий тон кожи. Ну, в общем, вот так она выглядит, ничего особо интересного. Так что это такое там интересное внутри. Это косметичка. Косметичка просто бренда Cold Beauty. Кстати, смотрите-ка, тоже здесь вот эта вот новогодняя тематика. Из их коллекции, вот, 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 вы видите, да, вот этот принт. Ну, здорово. Хорошая косметичка, такая прям качественная. Это полезная вещь. Что у нас дальше? Дальше мы... Да что ж такое-то опять, а? Опять какая-то сыворотка. Опять сыворотка. Мы уже какую с вами находим? А, ну ладно, первая у нас была маска, а третья это непонятно, что такое. Ну, в общем, это сыворотка, которая с суперфудами и с грибами. Рейши, рейши это вроде грибы, да? Ну, в общем, сыворотка для того, чтобы подсвечивать кожу. А что это такое? Знаете, очень странно, здесь написано, что это диетическая добавка, а здесь написано, что это нужно наносить на кожу под ваше увлажняющее средство. Я не понимаю, мне надо это пить или все-таки на себя мазать, но я предполагаю, что надежнее будет на себя мазать. Пить как-то, знаете, совсем уж страшно. Дальше у нас тушь от It Cosmetics, и это их тушь Супергерой, которая здесь в каком-то очень даже миниатюрном формате. Ну, ладно, ну, такая вот прям пробничек. Так, у меня руки почему-то все масляные. А, нет, открыла, открыла. В общем, вот такая вот тушь. Что у нас дальше? Где, где, где? Что у нас дальше? Кейт Сомервиль, и здесь у нас опять некое средство для пилинга кожи. Следующее, что мы находим, это маска с бальзамом Розы от бренда Byterie. Это хороший бренд, мне нравится, и у них обычные средства прям качественные. Это французский бренд, действительно классный. Дальше у нас Living Proof, и опять у нас увлажняющая маска, но в этот раз эта маска для волос, тоже хороший бренд. Следующее, что мы находим, это бренд Wonder Beauty, и здесь у нас какие-то золотые патчи под глаза. Ну, ничего такого нового нет. Ладно. Anest Beauty, это бренд Джессики Альбы, и здесь мы находим карандаш для губ. Ну, вот такой вот карандаш. Ну, и хорошо. Ну, нашли карандаш и нашли. Мне не очень понравился этот бренд, как вы знаете, я делала на него обзор, и что-то как-то он меня не впечатлил. Дальше у нас маска для лица от бренда Fresh, и это хорошо, потому что у нас он, к сожалению, не продается, насколько я знаю, но во всех сифорах мира он крайне популярен. И здесь маска, с чем она? С розовыми лепестками. Красиво. Ах, наконец-то, ароматы косметики! Наконец-то, наконец-то, они нас посетили. Хотела попробовать, в принципе, эту маску. Опять бренд Iconic London! Ну, ладно, может, что-то хорошее у нас здесь будет. И такого у нас еще не было. Это, видимо, тушь для ресниц с хорошей кисточкой силиконовой, прям такой маленькой. Ладно, с удовольствием попробую, потому что от него, от этого бренда, я имею в виду, на самом деле, достаточно много хороших средств, поэтому не будем кривить нос. Дальше у нас Oskia. Это бренд английский, и это маска, которую мы с вами уже много раз находили в разных бьюти-боксах, но она закрытая, вот такая вот просто маска, которая улучшает текстуру вашей кожи и подсвечивает ее. Что следующее? Дальше какие-то средства для ногтей. Это средства для кутикулы с витамином Е и, видимо, для укрепления ногтей от бренда, который я понятия не имею, как читать, наверное, NCLA. Дальше у нас... Ой, ой, ну, наконец-то, что-то интересное, это Huda Beauty и ее изумрудные обсессии, ну, изумрудная одержимость, да? Это палетка из линейки вот этих вот ее драгоценных камней, которые мы постоянно находим просто во всех адвентах британских, во всех этих бьюти-боксах, как, знаете, такую вишенку на торте, то есть самое желанное средство. Видите, помада за 7800 рублей немножечко уже съедается, как-то вообще нехорошо получается. Дальше у нас доктор Барбара Штурм и просто ее увлажняющий крем для лица. Крем, ну, крем и крем. Следующее, что мы находим, это некий сладкий шеф, который сделал вот такую вот маску с имбирем и витамином С. Что ж, такое-то никак не кончится в этой сумке. И все какие-то, знаете, все миниатюрки и миниатюрки. Кстати, находим журнал. Журналы это всегда приятно, потому что, ну, просто интересно посмотреть, что там написали вообще, что написал магазин. И здесь у нас рождественский выпуск. И, кстати, на обложке модель, которую зовут Наоми Николас Смарт. Я думаю, что вы могли про нее слышать. Это модель Плюс Сайз, которая сейчас затеяла с Инстаграмом такие настоящие разборки, потому что они какую-то ее фотографию, где она была с грудью, которую было видно, но, тем не менее, ничего неприличного не было видно. В общем, они там ее забанили, эту фотографию, и Наоми очень сильно возмутилась, ее поддержали многие знаменитости и многие там бизнесы. Ну, в общем, в Инстаграме такой большой переполох по поводу этого случая. Так, что у нас дальше? Дальше у нас здесь ай-ай-ай, это вот такой вот ваучер на 15 фунтов на скидку. Дальше у нас опять сыворотка, в этот раз с витамином С, тоже от бренда Сияющий рецепт. Следующее, это мы уже с вами находили, это мы уже, по-моему, несколько раз находили, и это бренд, который называется Супер Губ, это Санскрин, SPF 30. Хороший, кстати, Санскрин, ну, как бы, ладно, уже много раз попадался он нам. Последнее, точнее, почему последнее, еще там что-то есть, это Дранк Элефант, это очень дорогой бренд по уходу за кожей, и здесь у нас взбитый крем, который называется Ла Ла Реттер, мне нравится название, надеюсь, понравится и крем, хотя он ничем не пахнет. Дальше, что дальше? Так, все, все, последние три средства. Снова у нас Доктор Денис Гросс, мы недавно его находили от Калд Бьюти, по-моему, в Бьюти Беге, нет, в их Лук Фантастик, от Калд Бьюти, господи, все в голове перемешалось, от Лук Фантастик в их Бьюти Боксе мы находили вот такую вот штуку, но мы находили немножко другую. Здесь у нас это крем для глаз, и предпоследний уже, наконец-то, предпоследний, да что ж такое-то, опять это пилинг для лица, предночной пилинг для лица, который выглядит вот так от бренда, который называется Верст. Ну и самое последнее, что было в этой сумочке, это вот такая вот помада, я помню, что это была какая-то лимитка, и чуть ли вообще не прошлого нового года, это помада Pillow Talk Diamonds от Шарлотты Тилбери, ее отличает от обычных помад то, что она с блеском, ну как бы на самом деле она просто вот такая вот блестящая. Это неплохо, но это явно, знаете, что-то из того, от чего, по-моему, нужно было избавиться, потому что эти помады, естественно, они тоже не стали хитом, и сильно как-то активно не продавались. И что у нас в результате получается? Если пересчитать вот это все по граммам, то выходит, что за все продукты мы можем заплатить в теории 424 фунта. И если мы еще добавим вот этот купончик, то получается, что 439 фунтов стоит наполнение этой сумки, ну как бы это не 510 фунтов, вообще, ну никак, ну просто тут никак, никак не натянешь на эти 510 фунтов. Ну, я на самом деле расстроена, мне эта сумка не понравилась, мне кажется, что они туда положили просто те вещи, от которых им нужно было избавиться, потому что здесь не было чего-то суперинтересного, то есть очень много сывороток, очень много каких-то однотипных, на самом деле, продуктов, и достаточно мало чего-то интересного. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может у вас совершенно противоположное мнение, и вам эта сумка, наоборот, понравилась намного сильнее, чем мне. И самое последнее, это, наконец-то, сладкое открытие календаря от Too Faced. Этот календарь стоил на сайте 100 долларов, наполнение заявлено на 225 долларов. Я его реально долго ждала из Америки, и он потрясающе выглядит. Да что ж такое, тут сзади спойлеры нарисованы. Я чуть-чуть взглянула, что там внутри. Я это не люблю, потому что все-таки интересно, знаете, так это как-то, ну что же там, ну что же там доставать? И календарик выглядит вот так. Здесь 12 всего дней. Что было написано на сайте про этот календарь? Что, в общем, каждый день Рождества, праздную 12 дней Рождества вместе с Too Faced, и каждый день ты будешь находить супер-потрясающий подарок в одном из отделений. Ну ладно, всего 12 отделений, мы сейчас с вами ох-ох-ох-быстренько со всем этим справимся. И смотрите, снова все в разнобой вот так лежит, но достаточно удобно вроде доставать. Итак, первое отделение, которое так и называется, так, нет, сзади опять спойлеры нарисованы, и первое отделение мы находим там вот такой вот лип-плампер. Это довольно известное средство, и оно стоит, по-моему, долларов 27, то есть оно достаточно дорогое. Мне на самом деле оно не нравится, мы тоже его находили в каких-то бьюти-боксах, но оно просто из тех, что, знаете, с гиалуроновой кислотой, видимо, и немножко как-то увеличивает объем губ, наверное, просто за счет того, что они становятся более такими визуально блестящими и более увлажненными. Что у нас дальше? Дальше у нас номер второй. Где он? Вот он. Проклятая помада! Все съедается и съедается. Я проверяю, проверяю. А, что это такое? Ой, как плохо! Ой, как плохо! Смотрите, вот такой вот маленький праймер. И это не полноразмерная версия, это даже не миниатюра, здесь всего 5 миллилитров. Но это как-то нехорошо, потому что здесь всего 12 отделений, знаете, можно было рассчитывать на то, что, ну, все-таки будут средства полноразмерные. А здесь сразу такой маленький праймер прям вторым же номером и идет. Ну, хотя вот первый номер они сделали нормальным, а это всегда важно, чтобы сначала, знаете, впечатлить и настроить на что-то хорошее. Дальше у нас номер третий. И в третьем номере то, что я уже получала неоднократно. И причем я помню, что мне это доставалось вообще чуть ли не в нашей российской сифоре. Мне это в подарок давали, когда я что-то покупала. Или в каком-то бьюти-боксе мы это находили. Вот такой маленький-маленький бальзам для губ. И у меня, по-моему, была версия даже больше, чем это. И здесь 5 миллилитров. Ну, то есть это тоже не полноразмерный бальзам для губ. Дальше у нас номер четвертый. Это просто безобразие! Это значок! Опять! Снова мы находим с вами значок. Уже по поводу Киллса мы удивлялись. По поводу вот этих зеркал с брелками. В календарях Мак мы возмущались. И здесь значок. Здесь всего 12 отделений. И здесь значок. Ну, вообще, конечно, симпатично он выглядит. Он очень хорошо сделан. Но это собачка, которую зовут Кловер. И это Чихуахуа. Владельцев бренда. Точнее, основателей бренда. Потому что владелец сейчас вроде как Эстелавдер. Джереда Блондина. И второго мужчины, которого зовут... Я не помню, как его зовут. Ну, в общем, это их собачка. И у них была отдельная коллекция. В каком-то там дремучем году. В 2017, по-моему. Которая была посвящена вот этому Кловеру. Их псу. И вроде как той коллекции. Они обещали, что они откроют свой собственный фонд для помощи животным. Но, насколько я поняла, они его так и не открыли. Но, тем не менее, они дают деньги другим благотворительным фондам. Ну, видимо, что-то пошло не так. Ну, в общем, вот такая вот... Ну, такая вот собака здесь у нас. Ну, ладно. Что дальше? Праймер. Праймер под тени. У меня, кстати, такой праймер есть. Он у меня даже вот здесь лежит. Но это, наконец-то, полноразмерная версия. Снова после таких-то разочарований. И у меня есть неполноразмерная версия, которая выглядит вот так. Но, знаете, вот праймер, это то, что можно класть не в полноразмерной версии. Потому что, честно говоря, я им достаточно редко пользуюсь. Я предпочитаю там консилером больше пользоваться. И, ну, его просто хватает на века. И поэтому вот праймер вот такой полноразмерный. Это не самая лучшая идея. Но, тем не менее, это все равно лучше, чем значок все-таки. Дальше у нас шестой номер. Да ладно, уже половину открыли. А что-то, знаете, ничего хорошего не нашли. Так, здесь у нас их крем, который называется Hangover. И это крем ночной, который супер увлажняющий, там, с какими-то невероятными минералами. Но это, конечно, сами понимаете, не то, что не полноразмерная версия, не то, что там миниатюра. Это просто обычный самый пробник. Ну-ка, приятно пахнет каким-то, не знаю, кокосом, там, фруктами, какими-то чем-то таким. Так, дальше у нас седьмой номер. Знаете, это один из календарей, когда я не вижу уже и вообще какой-то повода, какого-то открывать по порядку, потому что ты уже такой, ну, что-то как-то не похож, что будет что-то хорошее. Но, тем не менее, открывать все равно нужно по порядку. Так, дальше у нас тушь, которая называется Damn Girl. И это тушь, которая мне так же не понравилась, как их тушь Beta Zen Sex. Ну, просто вот они мне не подходят. Это супер объемная тушь, которая вышла, по-моему, в прошлом, наверное, году. И она так и не стала у них большим хитом, хотя они ее называли, типа, продолжением Beta Zen Sex, тушью, которая будет лучше, чем Beta Zen Sex. Но она в полноразмерной версии, и стоит она примерно 26 долларов на сайте, поэтому это уже, конечно, немножко более радостно, чем то, что было... Это значок. Это снова значок. Нет, это не снова значок. Ага, все. Отлегло просто от сердца. Я уже думала, там, знаете, в половине просто будут эти значки. Но обычно все-таки один бывает, так что, ладно, понадеемся, что все будет хорошо. И здесь вот такой вот праймер матирующий, и который охлаждает кожу, называется Primed and Pitch. Он, кстати, здорово пахнет персиком, как и вся вот эта персиковая коллекция от Too Faced. Но здесь, конечно, совсем крошечный просто футлярчик. Здесь, наверное, тоже 5 миллилитров. Так, да, 5 миллилитров. Приятный праймер. И он такой еще охлаждающий. В этом, в общем-то, одна из его фишек. Но, конечно, тоже очень маленькая, очень маленькая штучка. А вот и второй значок. Значит, все-таки, знаете, не угадала. Значит, все-таки он есть. И здесь у нас значок с разбитым сердцем и помадой. Best Friends. Помада и сердце. Ай, ладно, хорошо. Живем дальше. Ничего страшного. Победа будет за нами. Мы откроем этот календарь, потому что помыслы наши чистые, а цель справедливая. Так что давайте идем дальше. И здесь мы находим подводку. Кстати, полноразмерная, которая заявлена у Too Faced как водостойкая. На самом деле, мы с вами тестировали как-то раз эту подводку, и она казалась вообще не водостойкой. Но что в ней хорошего, это то, что в ней есть кисточка. У меня неоднозначное к ней отношение, потому что, с одной стороны, она классная тем, что она удобная именно за счет кисточки. Она черная, но она у меня не держится как водостойкая подводка. Ну, не знаю, ну, как-то... Причем здесь... Ну, не знаю. Ну, ладно, все хорошо. Ладно. Что-то тяжелое, может быть, что-то интересное. Какая... Какая маленькая штучка! Смотрите, это тоже неполноразмерная версия. И что это такое вообще? А-а-а! Я поняла! Это у Too Faced была такая коллекция, которая называлась Tutti Fruity. Она у них выходила году, наверное, в 2018-м. Ну, прям вот пару лет назад она выходила. Я ее видела в Бангкоке в Сифоре. Я еще тогда подумала, что коллекция, ну, как-то не очень. Она не очень какая-то красивая. И такие, знаете, у нее средства были так себе. Она при этом была достаточно дорогая. Ну, в общем, это, видимо, из этой коллекции вот такие вот румяна плюс хайлайтер. Ну, уже хоть что-то, хоть что-то нам положили. Такое, знаете, отлично от всего остального. Не праймеры и не тушь, наконец-то. Ну-ка! Ну, конечно! Ну, конечно! Конечно, в последнем номере у нас была тушь Beta Zen Sex. Куда же без нее? Это тушь, которую они кладут всегда и везде. Это их главный бестселлер. Это, наверное, самое продаваемое средство бренда. И она дико популярна в Америке. Это тушь номер один вроде в Америке в сегменте люкс. Но, честно говоря, это не моя любимая тушь. Поэтому я... Ну, я как-то не в восторге. В общем, что у нас в результате? Насколько у нас вышли все эти средства? Мы нашли с вами раз, два, три, четыре полноразмерных средства. И вот это, это миниатюры. А вот пять полноразмерных средств, миниатюры, плюс еще два значка. Так! Очень интересно! Вот эти вот вещи у них называются Deluxe Size. Представляете? То есть, это не пробники, не тестеры, не там, ну, не миниатюры какие-то. Это Deluxe Size, оказывается. То есть, таким успехом можно, знаете, брать саше какой-нибудь с кремом и называть это там Premium Size, Elite Size, вот что-то такое. Ну, то есть, это, конечно, довольно нелепо звучит, потому что, ну, Deluxe, это что-то типа люксовое, да? Здесь у нас вообще люксовым чем-то и не пахнет. И в результате все вот это вот наполнение выходит на 162 доллара. Это если, это если считать вот только косметику. Если считать значки, я проверила на сайте, у них эти значки есть, ну, немножко другие, ну, как бы просто значки. И они продаются в комплекте из трех штук. За 4,5 доллара они продаются на сайте. То есть, получается, что, ну, мы за 2 мы можем накинуть 3 доллара, и получится у нас наполнение примерно на 165 долларов, если я нигде не ошиблась в расчетах по миллилитрам. Ну, как бы никак, не 225 долларов. И, честно говоря, этот календарь, он, конечно, разочаровывает очень сильно, потому что здесь мы нашли с вами две туши, один лайнер, один праймер, помадку какую-то, даже не помадку, а просто блеск для губы, какие-то средства, которые в очень маленьких форматах. И, к тому же, из 12, 2 это значки. Это просто, на самом деле, это позорно. Почему это не косметика, я не понимаю. Причем, знаете что? Вот такая вот тушь, она же стоит 26 долларов, наверное, на сайте. 27 долларов у них на сайте стоят мини-палеточки на 8 оттенков из новой их коллекции. И они могли их положить, они бы даже сюда вот влезли, вот в такие вот штучки, все бы прекрасно влезло, и сразу бы наполнение выросло. То есть, сразу было бы классно, и найти палетку, ну, согласитесь, намного приятнее, чем найти, ну, даже собачку, вот. Ну, просто в 100 раз лучше. Еще у них на сайте есть мини-всякие бронзеры, которые стоят там по 10 долларов сейчас. Тоже можно было положить, и намного было бы лучше, чем класть вот, например, вот такой. Ну, кстати, он более-менее еще, то есть, он, по крайней мере, выбивается из вот этой вот череды какой-то ерунды. В общем, я считаю, что бренд Too Faced, он в последнее время очень странно себя ведет, и вот этот календарь, он прям плохой, потому что это, знаете, это квинтэссенция поведения этого бренда в последнее время. Они прям все время как будто где-то вот мошенничают, как будто им надо было почистить склад, как будто это какие-то вещи, которые должны, я не знаю, были даваться в пробниках на каких-то стендах, и в результате их было слишком много, и они просто решили их положить в этот календарь. В общем, я очень недовольна этим календарем, и я думаю, что пока мы его можем назвать календарем, который хуже всех в плане того, что он не оправдал наших ожиданий. Вот такие вот у меня впечатления по поводу сегодняшнего дня. Ну, в общем, видите, сегодня мы с вами немножечко куда-то спустились вниз, то есть с небес куда-то упали, и наши ожидания были не так уж и оправданы. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что-то вам из этого понравилось или нет, и какие у вас вообще впечатления. Тем не менее, я вам желаю хорошего настроения, чтобы сегодня в вашей жизни был какой-то, знаете, светлый лучик, чтобы у вас было что-то хорошее, что вас повеселит в эту темную и немножко мрачную погоду. Спасибо вам за внимание, до скорых встреч на моем канале, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!